Здравствуйте! Вы смотрите Вести Утро Кабардино-Балкария в студии Зульфира Геляхова. Сегодня пятница, 21 февраля. Приятного вам утра! Законопроекты и другие нормативные акты в сфере образования и воспитания перед принятием будут проходить педагогическую экспертизу. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает Коммерсант. Сейчас такие документы проверяет лишь Минюст. Введение института экспертизы должно предотвратить установление норм, которые могут негативно повлиять на качество обучения. Цитируйте издание текст постановления. Организовывать экспертизу поручено Миноборнауке. Согласно постановлению правительства, анализ могут проводить как общественные организации, работающие в сфере образования, так и специалисты, рекомендованные местными властями и госорганами. Сегодня Международный день родного языка. Он отмечается по решению ЮНЕСКО с 2000 года с целью защиты культурного многообразия мира. В нашей республике три государственных языка, наравне с русским, кабардинский и балкарский, входят в программу обязательного изучения в школе. Насколько хорошо знают дети родной язык, в немалой степени зависит от профессионализма учителя. Соня Байдаева 47 лет своей жизни посвятила школе. Работать начинала учителем начальных классов. Последние 18 преподает балкарский язык в старшем и среднем звене. Очень жалею, что я сначала в своей деятельности, что я не стала учительницей балкарского языка. Почему? Потому что я вижу, что у нас делается. Детки наши в городах, они очень плохо владеют своим родным языком. Истоки проблем с языком, несомненно, в семье, говорит педагог. И в детсадах его изучению внимания мало. В итоге ребенок приходит в школу, совершенно не владея словом предков. И такие случаи совсем не редкость. Вот такие примеры. Мать. Почему ребенок так плохо занимается? Пожалуйста, просим, общайтесь с ним. Говорите на балкарском языке. Она говорит, вы знаете, я сама плохо владею этим языком. Домашнее задание. Почему не выполнил? Потому что я не поняла задание. Урок приходится ввести параллельно на балкарском и русском. Произношение детей тоже хромает. Большинство говорит с русским акцентом. Однако на уроках Сони Байдаевой у детей неподдельный интерес к родному языку. И это заслуга учителя. Стартовал очередной конкурс фотоблогеров, организованный молодежной палатой при республиканском парламенте. Цель акции – формирование положительного имиджа Кабардино-Балкарии на просторах интернета. Желающие участвовать в конкурсе могут поместить свою фотографию о республике в одной из соцсетей. Нужно успеть до 30 марта. Автор, работа которого наберет больше всего лайков, будет признан победителем. В предстоящее воскресенье болельщики порастятся с участниками 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. Программа «Закрытие» держится в сражайшем секрете. Впрочем, креативный директор игр Константин Эрнст намекнул, что мишку, улетевшего в финале Олимпиады-80, не забудут. Увидят ли зрители этот талисман, станет известно через два дня. А вот всю правду о его путешествии в небо узнать вряд ли удастся. По одной из народных версий, резиновый мишка, стартовав со стадиона Лужники, через 15 минут приземлился на Воробьевых горах. По другой талисман долетел до окраина Москвы и упал там на местную будку. Еще более фантастическая версия предполагает пилота, который управлял медведем из его правой ноги. И таким образом символ якобы добрался до Можайского водохранилища. Разнообразие вариантов говорит лишь о том, что вызывающий умиление олимпийский мишка до сих пор в памяти народной. Четыре медали международного турнира. Кабардино-Балкария в числе лидеров на соревнованиях по вольной борьбе, сообщает портал правительства КБР. Турнир прошел в турецком Кахраман-Мараши и был посвящен освобождению города от французских колонизаторов. В нем участвовали более 150 борцов из 20 стран мира. Кабардино-Балкарию представили шесть спортсменов. Четверо из них стали победителями и призерами. Золотые медали завоевали Ашамас Карданов и Арсен Майеров. Серебро выиграл Салим Жамбеев. Бронза досталась Азамату Хубееву. Тренируют спортсменов Альберт Гергов, Олег Хасанов и Арсен Закоев. На этом все. До встречи через полчаса. Здравствуйте. Вы смотрите «Вести утро. Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова. Сегодня пятница, 21 февраля. Приятного вам утра. Законопроекты и другие нормативные акты в сфере образования и воспитания перед принятием будут проходить педагогическую экспертизу. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает коммерсант. Сейчас такие документы проверяет лишь Минюст. Введение института экспертизы должно предотвратить установление норм, которые могут негативно повлиять на качество обучения, цитирует издание текст постановления. Организовывать экспертизу поручено Миноборнауке. Согласно постановлению правительства, анализ могут проводить как общественные организации, работающие в сфере образования, так и специалисты, рекомендованные местными властями и госорганами. Сегодня Международный день родного языка. Он отмечается по решению ЮНЕСКО с 2000 года с целью защиты культурного многообразия мира. В нашей республике три государственных языка, наравне с русским, кабардинский и балкарский, входят в программу обязательного изучения в школе. Насколько хорошо знают дети родной язык, в немалой степени зависит от профессионализма учителя. Соня Байдаева 47 лет своей жизни посвятила школе. Работать начинала учителем начальных классов. Последние 18 преподает балкарский язык в старшем и среднем звене. Очень жалею, что я сначала своей деятельности, что я не стала учительницей балкарского языка. Почему? Потому что я вижу, что у нас делается. Детки наши в городах, они очень плохо владеют своим родным языком. Истоки проблем с языком, несомненно, в семье, говорит педагог. И в детсадах его изучению внимания мало. В итоге ребенок приходит в школу, совершенно не владея словом предков. И такие случаи совсем не редкость. Вот такие примеры. Мать, почему ребенок так плохо занимается? Пожалуйста, просим, общайтесь с ним. Говорите на балкарском языке. Она говорит, вы знаете, я сама плохо владею этим языком. Домашнее задание. Почему не выполнил? Потому что я не поняла задание. Урок приходится ввести параллельно на балкарском и русском. Произношение детей тоже хромает. Большинство говорит с русским акцентом. Однако на уроках Сони Байдаевой у детей неподдельный интерес к родному языку. И это заслуга учителя. Стартовал очередной конкурс фотоблогеров, организованный молодежной палатой при республиканском парламенте. Цель акции – формирование положительного имиджа Кабардино-Балкарии на просторах интернета. Желающие участвовать в конкурсе могут поместить свою фотографию о республике в одной из соцсетей. Нужно успеть до 30 марта. Автор, работа которого наберет больше всего лайков, будет признан победителем. В предстоящие воскресенья болельщики порастятся с участниками 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. Программа «Закрытие» держится в строжайшем секрете. Впрочем, креативный директор игр Константин Эрнст намекнул, что мишку, улетевшего в финале Олимпиады 80, не забудут. Увидят ли зрители этот талисман, станет известно через два дня. А вот всю правду о его путешествии в небо узнать вряд ли удастся. По одной из народных версий, резиновый мишка, стартовав со стадиона Лужники, через 15 минут приземлился на Воробьевых горах. По другой талисман долетел до окраины Москвы и упал там на местную будку. Еще более фантастическая версия предполагает пилота, который управлял медведем из его правой ноги. И таким образом символ якобы добрался до Можайского водохранилища. Разнообразие вариантов говорит лишь о том, что вызывающий умиление олимпийский мишка до сих пор в памяти народной. Четыре медали международного турнира. Кабардино-Балкария в числе лидеров на соревнованиях по вольной борьбе, сообщает портал правительства КБР. Турнир прошел в турецком Кахраман-Мараши и был посвящен освобождению города от французских колонизаторов. В нем участвовали более 150 борцов из 20 стран мира. Кабардино-Балкарию представили шесть спортсменов. Четверо из них стали победителями и призерами. Золотые медали завоевали Ашамас Карданов и Арсен Майеров. Серебро выиграл Салим Жамбеев. Бронза досталась Азамату Хобиеву. Тренируют спортсменов Альберт Гергов, Олег Хасанов и Арсен Закоев. На этом наш выпуск завершен. Удачного дня!